В Мадриде вновь открылась «Арко» – одна из крупнейших выставок-ярмарок современного искусства. Карантин удачно кончился как раз к её сорокалетию. Традиционный сезон этой ярмарки – февраль, но в последние годы у всех всё идёт не по плану. Ярмарка отражает многогранность мира искусства. Здесь есть любые формы – и картины, и видео, и скульптуры. Сюда нужно прийти хотя бы просто из любопытства. Всё, что нужно – прийти и глядеть во все глаза. За полтора года за закрытыми дверями оказалось непросто выжить. А теперь предстоит едва ли не более трудная задача – вновь привлечь не только посетителей, но и покупателей с продавцами. «Арко» открывается вновь на фоне непростого восстановления рынка искусства. После пустого года, вызванного пандемией COVID-19, здесь думают над тем, чем привлечь 220 частных коллекционеров и организаций. Обычно больше половины работ, представленных на «Арко», из самой Испании. Сейчас даже мадридским художникам там не выставится. Пустой год больно ударил им по карману. В районе Карабанчель на юго-западе Мадрида во время пандемии стихийно организовался новый квартал художников. Падение доходов из-за карантина заставило их искать более дешёвые варианты. Многие, особенно молодёжь, снимают помещение и жильё в складчину. Теперь в некогда рабочем пригороде четыре десятка художественных студий. Некоторые нашли во всём происходящем источник вдохновения. Новое место, новые опыты, новые знакомства сподвигли их на создание новых произведений искусства. Мне и правда пришлось из-за карантина отменить уже запланированную выставку. Но с другой стороны, этот перерыв, во всяком случае для меня, оказался весьма продуктивным в творческом смысле. Но если художникам не попасть в галерею, а ведь посетителям туда тоже было не попасть, то почему бы зрителям не прийти прямо к художнику? Публика требовала право приходить прямо в мастерские художника, чтобы увидеть работы в процессе создания, чтобы напрямую общаться, чтобы видеть, как художники работают и творят. И вот итоговый результат можно увидеть в галерее. Он привлекает большое внимание. Обитатели Карабанчеля говорят, что пандемия и карантин не смогли заставить их бросить искусство. Пустой год принес им не только потери, но и новые источники вдохновения.